Один из больших страхов людей – это выходить и говорить перед публикой. Паблэк спикинг. Люди боятся паблэк спикинг больше, чем даже смерти. Вы представьте из себя, что вы вышли перед публикой и должны что-то говорить. И представьте, что эта публика негативно на вас настроена. И представьте, что эта публика знает ваше прошлое, и вы должны им что-то сказать. Как вы себя чувствуете? Петр себя нашел в такой ситуации. Мы сегодня будем смотреть на проповедь апостола Петра, самая первая его проповедь. Я помню, когда я говорил свою первую проповедь, у меня было на подростковом сказать «пять минут проповедь». Я вышел, я сказал «три минуты» и сел. Я больше не знал, что говорить. Это было достаточно для меня. И мы посмотрим, что же Петр говорил в своей первой проповедь. Разбирая Диане апостолов, мы приходим к второй главе, где сошел Дух Святой на апостолов, на тех, кто собрались в комнате, и они начали провозглашать. И мы будем читать с 14 стиха, откройте ваши Библии, пожалуйста, Диане, 2 глава, с 14 стиха. Перед тем, как мы рассмотрим проповедь Петра и возьмем уроки для себя, как мы можем быть свидетелями для Христа, потому что Дух Святой сошел на апостолов, и Он им дал силу для того, чтобы они были свидетелями. И я хочу сказать несколько вещей перед тем, как мы рассмотрим. Первое, что Петр проповедует под воздействием Духа Святого. В нашей проповеди, когда мы выходим и говорим кому-то, или свидетельствуем, или евангелизируем, выходим, если у нас нету водительства Духа Святого, если мы не исполнены Духом Святым, то наша проповедь тщетна. Это просто слова. Мы должны быть исполнены Духом Святым перед тем, как мы будем говорить кому-то о Христе. Петр был исполнен Духом Святым. И второй момент, который я хотел сказать, что результат проповеди тоже зависит от Духа Святого. Не от Петра. Один проповедник выучил наизусть проповедь Петра, вышел и сказал наизусть, так эмоционально, так с выражением рассказал эту проповедь и ожидал, что люди покаются, а никто не покаялся. После проповеди Петра три тысячи человек покаялось. А после его, и он в изумлении думает, а почему не покаялись? Я же говорил те же самые слова, что и Петр говорил, потому что результат проповеди зависит от Духа Святого. И мы это читаем. Если вы открыли ваши Библии, посмотрите на последний стих 2 главы, 47 стих. Там написано, «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Господь прилагает к церкви, не Петр, не мы прилагаем, Господь прилагает к церкви спасаемых. Он спасает. Дух Святой делает эту работу. И некоторые задаются вопросом тогда, если Дух Святой должен исполнить меня, и тогда я могу проповедовать. И если результат проповеди зависит от Духа Святого, то какая моя роль? Я должен просто сидеть, ждать, пока Дух Святой сойдет на меня, и тогда я должен проповедовать, какая же моя часть в свидетельстве об Иисусе Христе? Что должен я делать? И мы посмотрим на примере Петра, а что же Петр делал? Если мы сидим и ждем, пока Дух Святой сойдет на нас, то он не сойдет. Мы должны исполняться Духом Святым. И тогда у нас будет дерзновение говорить о Иисусе Христе и свидетельствовать. А если мы не свидетельствуем, то надо задаться вопросом, а как христианин, Дитё Божие, исполняюсь ли я Духом Святым? Если я не свидетельствую о Христе окружающим, а исполняюсь ли я Духом Святым, чтобы свидетельствовать? Это вопрос для каждого из нас. И мы посмотрим сегодня на вторую главу, и я хочу прочитать проповедь Петра. Откройте ваши Библии, 2 глава, 14 стих. Перед этим мы знаем, что сошел Дух Святой, они были исполнены Духом Святым, начали все проповедовать. И потом речь Петра. 14 стих. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам Моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде ли наступит День Господень, Великий и Славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесну и меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь душе моей вади, и не дашь святому Твоему видеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему отплодать через его, воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он был вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа и излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов Твоих в подножье ног Твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог садил Господом и Христом, сего Иисуса, которого вы распыли. Аминь. Я хочу с вами посмотреть, что же Петр делал, когда он проповедовал и уроки взять для нас, когда мы выходим и свидетельствуем людям. Когда мы говорим, когда мы проповедуем, потому что каждый из нас должен проповедовать. Не просто тот человек, который здесь стоит, хотя это очень важно. В последнее время проповедь с кафедрой умаляется в христианских кругах. Сейчас больше современные делают всякие душепопечительские моменты, что людям надо кянселинг, что людям надо малые группы, что людям надо то или другое, и это все на своем месте. Но проповедь должна звучать в церкви. Все у нас служение здесь настроено на то, чтобы звучало Слово Божие. Если бы у нас прошло служение, и мы убрали проповедь Слова Божия, то мы бы вышли отсюда, как будто неполноценные. Что-то пропустили, что-то мы упустили важное. Проповедь должна звучать в церквях. Это очень важно. В современном мире, в котором мы живем, это умаляется, что это очень, как говорят, это старомодно, что вот человек выходит и проповедует. Это старомодно, это неэффективно в наши дни. Постол Петр использовал этот метод. Он проповедовал. Он говорил Слово Божие. И с этого началась церковь. Первое, что церковь начала делать, когда Дух Святой сошел на них, и мы говорим, день рождения церкви, они начали проповедовать. Это был их не первый, как мы говорим, методы разные. Это был их не первый метод. И я хочу вам сказать, что этот метод работает до сего дня. Дух Святой не изменился. Дух Святой такой же. Мы должны ставить это очень важный и высоко ставить проповедь Евангелия в наших церквях. Мы должны поощрять людей, чтобы они учились на проповедников, на миссионеров, на евангелистов. Да, этому надо учиться, это само собой не придет. Чтобы мы поощряли молодых людей в этом. Что лучше быть проповедником, чем устроить какую-то карьеру, или быть бизнесменом, или открыть какой-то бизнес. Что для Бога важнее, чтобы ты проповедь говорил, чтобы ты проповедовал, чтобы ты был миссионером. В глазах Божьих это намного выше и славнее, чем просто быть бизнесменом. Мы должны это говорить нашим детям, нашим подросткам, и поощрять к этому. Я хочу посмотреть на шесть уроков из проповеди Петра. Что мы можем использовать для нашей жизни, чтобы мы могли проповедовать Иисуса Христа. Первое, что я хочу обратить наше внимание. Смотрите на 14 стих. Первое, что Петр сделал. Петр же став с одиннадцатью. Он стал. В современное время, что мы живем, христианство приняло сидячую позицию. Что мы сидим, и нам удобно. Петр встал. Он стал с одиннадцатью. Это первое, что он сделал. Петр, тебе ли вставать? Петр, ты только что два месяца назад отрекся от Христа. Все апостолы это знали. Они могли бы сказать, Петр, ты посиди чуть-чуть. Пускай кто-то другой, может, Иоанн или кто-то другой. Петр, твое прошлое, оно, может, тебе не позволяет проповедовать. Что останавливает нас? Говорит людям о Христе. Что мешает нам встать? Что нас держит? Может быть, это грех? Может быть, это то, что мы не живем. Осознание того, что мы не живем так, как мы проповедуем. И не хотя бы лицемером, мы просто не проповедуем. Нет, мы не приходим ко Христу и говорим, Христос, измени, у меня вот эти есть проблемы, пожалуйста, помоги мне. Нет, мы лучше перестаем проповедовать, продолжаем жить, как живем. И это препятствует нам проповедовать. Может, это окружающие люди? Может, это кто-то другой должен проповедовать? Ну, проповедники, просветера, служителя, а я просто рядовой член церкви, который, ну, я просто здесь посижу. И мы принимаем сидячее положение христианства, и мы не встаем. Петр стал, несмотря на свое прошлое, он встал, и он встал за истину. Он встал за истину. Вы знаете, 47% миллениулс, миллениулс – это мое поколение. Миллениулс, они, 47% христиан, миллениулс считают, что это неправильно сказать другому человеку о Христе с тем умыслом, чтобы переубедить его в христианство. Это христиане, миллениулс, 47, почти половину, считают это неправильным, что я должен проповедовать человеку с умыслом переубедить его. К чему наше христианство катится? 47%, половину – это моего поколения. Считают это неправильным. Один из самых Барна групп, это Джордж Барна, он делает исследования христианских групп разных, и он сделал исследование, и он сказал, номер один – страх, почему люди не говорят о Христе, потому что они боятся, что их отвергнут. Они боятся, что их отвергнут, и вот почему они не свидетельствуют о Христе. А я хочу вам сказать, что Христа отвергли, который проповедовал истину, а они взяли его и распяли. Если мы хотим прославиться со Христом, то нам надо и страдать с Ним. Нам надо и страдать с Ним. И если мы будем проповедовать, то нас обязательно кто-то отвергнет. Друзья, знакомые, на работе отвергнут нас, потому что это непопулярно проповедовать о Христе. Это непопулярно. Первое, что Петр говорит – он встал. Он не принял просто сидячую позицию. Он встал. И нам нужно встать. В это время, которое живем, нам нужно встать. Второе, что Петр делает – он говорит. Он говорит. 14 стих, вторая часть. «И возвысил голос свой, и возгласил им, мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим». Он возгласил, он громко начал говорить и провозглашать. Он взял их внимание, внимание он их взял на себя. Было очень много людей. Если три тысячи только покаялись, представьте, сколько там людей было. Ему надо было так провозглашать, чтобы все его слышали. На картинке здесь мы видим, это Джордж Уитфилд. Это один из самых, он начал вот это пробуждение в Америке. Когда американцы сюда, или англичане сюда пришли, в Америку, и начали основывать здесь землю, то они опустились в суету. Они приехали для религиозной свободы, но они увидели эту возможность, что много земли, надо ее вспахивать, и мы можем много прибытка иметь, что мы не имели там, в Англии. И они начали работать, и сильно работать. И они начали зарабатывать, и у них начало получаться, потому что у них была возможность отправлять это все в Англию, и там покупали это люди. И они начали богатеть, и они начали Бога оставлять. Приехали за религиозной свободой, и продали эту свободу за деньги. Как это похоже на нашу ситуацию? Иммиграция с бывшего Советского Союза. Приехали сюда для свободы. Свободу получили. И окунулись в этот материализм, что вот теперь у меня есть возможность зарабатывать больше денег, обеспечить семью, как бы нам не подарить историю, и забыть Бога. И вот этот человек, он встал, Джордж Уитфилд, и он начал проповедовать. И это называется Great Awakening в Америке. Великое пробуждение в Америке. И он проповедовал, и он выходил на площадь, потому что его в церквях не принимали, потому что церкви были так, настолько уже далеко от Бога, что его проповедь в церквях не воспринималась. И он просто выходил на улицу и начинал проповедовать. Собирались десятки тысяч человек. И он без микрофона, он проповедовал и говорил громко, так что все его слышали. И он начал это пробуждение. И также еще один проповедник, может более знаком для вас, Джонатан Эдвардс, который написал знаменитую проповедь. Грешники в руках разгневывал Бога. И началось пробуждение. Нам нужно встать. Некоторые говорят, что я вот делами буду проповедовать, лучше делами показать. Вы знаете, мы живем в такое время, что люди не обращают внимания на это. Они смотрят на нас и говорят, ну вы живете своей религией, это ваша истина, я живу своей, и я вас не буду трогать, задавать вам вопросы, надеясь, что вы меня тоже трогать не будете. И люди как бы живут, вы знаете, 70% американцев не знают, кто их не соседи. Живут все своей жизнью. И мы не трогаем, и нас не трогают. Ну вот, если они увидят мою жизнь, вот когда они зададут мне вопрос, вот тогда я начну им объяснять. Время это прошло уже. Мы не можем ждать, пока грешники к нам придут и начнут говорить. Мы должны говорить. Петр встал и начал говорить. Он начал говорить. Мы должны свидетельствовать об Иисусе Христе, и мы должны это делать с дерзновением. Мы читаем 29 стих, Петр говорит, мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам. Петр говорил с дерзновением. Это не тот Петр, который прятался только два месяца назад за закрытой дверью, чтобы его идеи не видели. И он понимал, с какой он публикой говорит, которая распяла Иисуса Христа. И они знали, что Петр был один из двенадцати, который ходил с Иисусом Христом. И Петр говорит, я буду с дерзновением говорить. Хоть для него это могло быть жизнью, он мог бы поплатиться за это. Но он с дерзновением стал и говорил, мы должны говорить. В Англии был один такой комик, Макриди. И он разъезжал, и всех людей смешил. И у него собираются большие публики. И один проповедник к нему подошел и говорил, я не могу понять, объясни мне что-то. Он говорит, ну я не знаю, если я могу что-то проповеднику объяснить. И он говорит, я проповедую истину, Слово Божие. И мало людей собирается. Ты же веселишь людей, и ты им расскажешь всякие басни, и у тебя такие толпы собираются. Он говорит, да, я говорю свои басни, как будто бы это истина, а ты проповедуешь Слово Божие, как будто бы это басни. Вот и вся разница. Верим ли мы в то, что мы проповедуем? А говорим мы это так? Или так, ну, да, я христианин, я где-то хожу в церковь, там, ну, это русская церковь, там, американцев, у нас сложно с этим. И мы как-то замяли это, да. Или мы говорим, да, я христианин, да, я верю в Бога, да, я хожу в церковь, да, я верю в Слово Божие, и каждое слово, которое здесь написано, я верю. Да, могут на вас посмеяться, скажут, ну, это твоя истина, но мы сказали Слово Божие. Помните, задача наша сказать Слово Божие. Результаты это от Духа Святого зависит. Нам главное сказать, а Дух Святого уже будет свое дело делать. Идем дальше. Что Петр делает? Петр, он, он обращает внимание на тревожащие вопросы тех людей. И мы смотрим 15 стих. Он говорит, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь тречит час дня. Но это есть предреченное пророком Иаилем. У людей есть вопросы, которые их тревожат, особенно о христианстве, о Боге. У них есть эти вопросы. И у людей, они держат эти карточки перед собой, эти вопросы, и прячутся за ними. Иногда мы боимся, что мы не сможем ответить на вопрос, который люди нам зададут, о Боге или о чем-то. А разве мы не верим, что эта книга имеет все ответы на любой вопрос? И мы боимся, а если мне зададут вопрос, который я не знаю? У меня была такая возможность. Мы с женой посещали nursing home, и там познакомились с одной женщиной. Ее отец там лежал, и мы начали с ней рассказывать. У нас много бесед, встреч было с нею. И она сама католичка, и она 30 лет жила, она вышла замуж за мусульмана, и она 30 лет жила вместе с ним. И вот когда мы с ней встретились, она где-то год, как обратилась с католиков в мусульманство. Она говорит, одно, что я не понимаю в христианстве, это троицу. Я такой, окей, я не знаю много о троице. Она говорит, ну хорошо, давайте. Мы начали говорить о Боге и о царе. Ну, она говорит, Аллах, это как Бог-отец, мы это понимаем. Мухаммед, это как Иисус Христос. Но я начал объяснять, нет, это не так, это совсем по-другому. Иисус Христос, Бог. Она говорит, ну окей, я это не могу понять. Как? Как у вас три Бога? И я пытаюсь... И я не знал ответы на эти вопросы. Я сам открывал Библию и начал читать. А как это? Начал мне говорить. А что это? Как ей объяснить это? Он говорит, хорошо, ну Иисус Христос, я понял, что это да, а Дух Святой? И тут я говорю, ну а Дух Святой? И я начинаю опять копать, что же Библия говорит о Духе Святом? Как ей объяснить это? Она на этом приткнулась, у нее вопросы есть. Мы должны отвечать на людей, людям на их вопросы. Многие люди спрашивают, где был Бог, когда что-то произошло? А мы знаем ответ на этот вопрос. Если мы не знаем, то мы должны изучать Слово Божие и искать ответ. А где был Бог? А мы знаем, где был Бог? А мы можем им ответить, где был Бог? Что Бог был рядом, Бог это видел, что это грех делает все это зло, что люди согрешили. Это оттуда происходит. А Бог любящий, Он продолжает нести нас, Он заботится о нас. И мы говорим, отвечаем ли? У людей тревожил вопрос здесь. Это пьяные люди. Они начали объяснять по-своему. И люди начнут объяснять по-своему Богу, если мы не дадим им ответ. Подростки, наши дети, они надуют ответ где-то в другом месте. И неверный ответ. Но мы должны говорить. И давать библейский ответ на тревожащие вопросы. У каждого человека эти вопросы есть. Петр отвечает на этот вопрос. И он объясняет им, что интересно, и это следующий момент, он использует Слово Божье. Если вы посмотрите на проповеди Петра, которую мы прочитали, там 22 стиха. 11 из этих стихов это цитаты из Ветхого Завета. И при том, Петр делает это наизусть. Иногда мы думаем, что заучивание стихи наизусть это детское занятие. Это делают в воскресной школе. А нам нужно знать Библию наизусть? Обязательно. Если мы не учим стихи наизусть, то как мы можем ожидать, чтобы наши дети учили стихи наизусть? А если мы скажем, я выучил вот такой стих, и я поделился с кем-то на работе этим стихом. Дети видят практику заучивания стихов, и в чем эта польза? Петр, я не знаю, где он выучил это, он был просто рыбак. Он не был каким-то раввином. И насколько нам известно, он нигде не учился, но наизусть он знал Библию. И он цитирует стихи, и он говорит, и все, что он говорит, его пробует, она все подтверждается Словом Божьим. Вся его основа проповеди это в Ветхом Завете. Чарльз Спурджин говорит, я беру любой текст из Библии и рисую прямую линию к Иисусу Христу. Проповедь Петра, она была христоцентрична. Он использовал Слово Божие. Как только он объяснил, что произошло здесь, основываясь на Слово Божье, он переходит к Евангелию. И я хотел обратить следующий момент. Он переходит к Евангелию. И интересно, он показывает людям ихнюю нужду в Евангелии. Вы когда-нибудь пытались обличить человека в грехе? Вы когда-нибудь пытались сказать человеку, где он неправ и в чем ему нужно измениться? Вы когда-нибудь пытались это сделать убийцей? Петр пытается это сделать. Дважды в своей проповеди он называет этих мужей израильских убийцей. Он открывает ихний грех. В чем же они нуждаются, в каком прощении? Мы читаем в 23 стихе. Здесь написано, «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Вы убили его. И мы читаем 36 стих. «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог садил Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Когда мы проповедуем Евангелие и идем, говорим людям, мы должны показать, мы должны убедить их, что они нуждаются в спасении. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Мы должны убедить людей, что они грешники. И мы должны так проповедовать, чтобы они могли принято, что они согрешили, что они грешники. Петр это делал. Он их называет убийцами. Он открывает ихний грех. Да, это нужно дерзновение. Да, это нужно Духа Святого, чтобы сказать так человеку. Без водительства Духа Святого это очень сложно и вообще невозможно. Петр был исполнен Духом Святым. И он говорит. Джон Уэсли, когда он готовил молодых проповедников, и он высылал их, когда они возвращались после евангелизации, он задавал им два вопроса. Он говорил, обратился ли кто? И второй вопрос, разозлился ли кто на вас? Если ответ был нет на оба вопроса, то он уже с этими студентами не работал. Когда мы проповедуем, говорим, люди или обратятся, или разозлятся на нас, если мы проповедуем под воздействием Духа Святого. Или они примут то, что мы говорим, или они разозлятся. Если мы откроем их не грех. Если мы скажем действительно, в чем нужно покаяться. Потому что если люди не увидят себя грешниками, они никогда не поймут, зачем им нужно спасение. Они никогда не поймут, зачем Христос приходил, зачем Он умирал. Это для них будет непонятно, потому что они не увидели себя нуждающимися в спасении. Мы должны говорить, Петр это делал. Он это делал и говорил. Последний момент, который я хочу отметить, он говорит Евангелие. Петр, ты же мог рассказать столько историй, которые в моментах у тебя были с Иисусом Христом. Ты мог рассказать, как Он воскрешает Лазаря. Ты даже мог рассказать, как ты по воде ходил. Один человек из всего, кроме Иисуса Христа, который ходил по воде. Ты же мог рассказать все вот эти моменты соприкосновения с Иисусом Христом живым словом. Нет. Петр обращает весь взор на Иисуса Христа и говорит чистая Евангелие. И мы читаем это в 24-м и 32-м стихе. 24-й стих мы читаем. Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. И 32-й стих, Он опять повторяет и говорит. Итак, Он, всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Евангелие заключается в воскресении Иисуса Христа. Знаете, самый большой спор между атеистами и христианами, это не на том, что Бог существует или нет. Атеисты и христиане, больше всего у них дебаты идут на том, воскрес ли Иисус Христос или нет. Потому что, если Христос воскрес, тогда Бог живой, тогда Бог есть. Но если Он не воскрес, то тогда и Бога нет. Наше все христианство держится на этом одном факте, что Иисус Христос воскрес. Не на наших каких-то переживаниях, не на нашем опыте, но на одном факте, что Иисус Христос воскрес. Наше христианство на этом держится. И на этом стоит. И это проповедует Петр. Он говорит самое главное. Если мы с человеком проговорили, у нас была беседа, и мы, как бы у нас все хорошо наладилось, но мы не сказали самого главного, что Бог воскресил Иисуса Христа, то мы не заевангелизировали Ему. Мы не можем сказать, что мы рассказали Ему Евангелие или засвидетельствовали. Это самая главная часть Евангелия, что Бог воскресил Иисуса Христа. Это самое главное. Один человек, он был лойер, он встретился с одним простым христианом, и они там разговаривали о вещах по бизнесу. Потом этот христианин спросил у этого лойер, лойер, а почему ты не христианин? Говорит, ну ты понимаешь, у меня проблема с выпивкой, а я знаю настолько Слово Божие, что пьяницы Царства Божьего не наследуют. Говорит, ты не ответил на мой вопрос. Почему ты не христианин? Он задумался, лойер, этот, говорит, знаешь, потому что мне никто не рассказал, как стать христианином, что это значит. И этот простой христианин открыл Слово Божие и начал ему свидетельствовать. И показал ему путь спасения. И этот лойер там обратился. И он стал знаменитым богословом C.I. Schofield. Он Библию даже много комментариев написал. В Америке он знаменитый. Ему просто простой человек рассказал, открыл Евангелие и рассказал ему. Не постеснялся и задал ему вопрос, а почему ты не христианин? Когда в последний раз мы такой вопрос задали кому-то? А почему ты не христианин? Я хочу, чтобы на этой неделе каждый из нас мог кому-то задать этот вопрос. А почему ты не христианин? И могли, основываясь на Священном Писании, с любовью рассказать им истину. Чтобы еще многие пришли к Иисусу Христу. Аминь. Помолимся.